Субтитры создавал DimaTorzok 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 я из военной семьи, я тоже знал, что я был военным, много чего с этим было связано. И когда вдруг казалось, что не все так получается, так гладко на бумаге, но еще и враги есть, и вдруг как-то пришлось выбирать путь, все равно тоже не понимал, еще и слова религия тоже отсутствовало в этом выборе, хотя стезя была уже выбрана другая, стезя философии. Я ведь окончил философский факультет по специальности философии, у меня в дипломе написано, что я философ, так несколько странно звучит, когда тебе написано, что ты философ, как ты так думаешь, ну вот философ, это кто? Егин, он философ, конечно, Платон, он философ, вот это что, а я по диплому философ. Но вот и заняться, собственно, религиологическими вещами довелось действительно случайно, потому что те, кто моложе здесь, сами этого биографической ситуации не имеют, но об этом наверняка слышали и читали, но те, кто постарше, может быть, и помнят, что в советское время существовал такой спектр идеологических учебных дисциплин, через которой бы транслировалась определенная индоктринация сознания, советовского человека, научный коммунизм. Если философить, то она была марксист-ленинская философию. Если этика, то это была марксист-ленинская этика, не было просто этики, и была марксист-ленинская эстетика, а не просто какая-нибудь там эстетика. И поэтому, когда вот появился научный атеизм, не просто атеизм, а научный атеизм, он лишь пополнил эту самую обойму идеологических дисциплин. И вот у меня там есть параграф, посвященный, на мой взгляд, действительно очень квалифицированных, образованных и знающих свой предмет религиеведов Николая Семеновича Гордиенко. Я там на его примере показываю, как вообще люди приходили в научный атеизм. Гордиенко, который ни сном, ни духом вообще ни про религию, ни про атеизм не думал, но произнося фамилию которого сейчас мы всегда ассоциируем с периодом научного атеизма, когда действительно он логик, он философ логик, а вот так судьба распорядила. И, собственно, для меня было важно вот через это личное, можно сказать, вхождение в область, которая называется религиоведением, понять, что, собственно, она из себя представляет. Ведь никакая наука не существует сама по себе, вообще религиоведение, да, и в него там кто-то входит, ну, кто-то выходит, да, кто-то вписывает в себя, кто-то вляпывается там и так далее. Нет, религиоведение, любая наука, это люди, это вот люди, которые занимаются этой наукой. И в зависимости от того, как они это делают, с той мерой профессионализма, компетентности, заинтересованности или конъюнктурности, каких-то разных иных таких вот деликатных намерений, вот такая и наука. И это можно сказать о чем угодно. И поскольку я действительно, вот оказавшись волею судеб с 1979 года, страшно сказать, целую жизнь, да, в этом самом религиоведении, которое тогда не называлось религиоведением, насквалась теория и история религии, свободомыслия и атеизма, вот такое вот комплексное название, где все вместе. Вот, мне важно было понять, вот что это было тогда. Был ли это вообще религиоведение? Если было, то в чем его, вот эта константа именно религиоведическая, чем оно, скажем, похоже на зарубежный опыт научного исследования религии? Чем оно расходится? Или это была такая идеологическая дисциплина, с помощью которой люди вбивали в сознание, что религия – это дурман для народа и поэтому это… Вот, это был один из мотивов для занятия вот такого же книжного. Другой мотив, вот в чем заключается, ведь когда довольно долго в чем-то работаешь, знаешь людей, общаешься с людьми, сам что-то пытаешься подумать, написать, высказать, то рано или поздно понимаешь, ну по крайней мере тут в наших таких социогуманитарных областях, понимаешь, что здесь невозможно такая башня слоновой кости. Здесь невозможно вот совершенно, так академически воспарить нас всем и, знаете, беспристрастно смотреть на проходящие перед тобой идеологии, верования, культы, крифлексировать, крифлексировать. Нет, конечно, потому что мы живем в этом мире. Любая религия, это многие, кто меня слышал, знают мой такой дежурный тезис, любая религия соразмерно носителю. Она не бывает другого, и она не бывает какой-то иной, чем те люди, которые ее исповедуют, которые в ней находят свои смыслы. Поэтому невольно, а в общем на самом деле надо вольно, занимаясь изучением религии, научным изучением, обращаться к тем, кто исповедует религию. Конечно, на историческом материале это как сделать. Здесь документ, источник, текст, вид о памятнике материальной культуры, литературы, письменности религиозной для реконструкции. Не случайно поэтому так много полемик возникает иногда по поводу одного абзаца какого-нибудь в церковном тексте или в каком-то теологическом тексте. Но уже не спросишь у того, кто писал этот самый абзац. Он как думал. И поэтому мы, конечно, вчитываем свои собственные догадки. Смысл иногда, наверное, угадываю. Но есть эти синхронные измерения религии. Синхронные – это то, что нас окружает. И я вообще убежден, что религию нельзя рассматривать. Как бы к ней не относиться, там, хорошо, плохо, восторженно, безразлично, но нельзя рассматривать как какой-то реликт. Да, вот такое достойное, такое мощное, духовное, где-то там сложившееся. И мы здесь такие сейчас вот мелкотравчатые, которые не могут никак соответствовать этой мощной духовности. Нет. А религия – это всегда реальные, живые люди, исповедующие что-то, находящие для себя неотвлеченные или не только отвлеченные, но очень жизненные смыслы в том, во что они веруют, в том, как они себя ведут в этой своей вере. И если ты не будешь с этим знакомиться, если ты не будешь это знать, то тогда грошь тебе цена как специалисту. И вот здесь, собственно, появилось у меня второе измерение моей собственной работы – это социологическое измерение. Потому что, конечно, если ты непосредственно не общаешься, не наблюдаешь, не анализируешь реальную религиозную жизнь, то она для тебя остается все равно содержанием книжки. Книжки, умные иногда книжки очень, я люблю книжки читать, а то иногда просто с упоением читаешь, идешь за чьей-то мыслью, но в какой-то момент вдруг себя огорошиваешь вопросом. А вот то, что ты сейчас прочитал, так красиво сказанное, есть же блестящие стилисты, которые пишут, вот оно тебе что-то помогает понять про религию. Или в лучшем случае ты можешь понять про того, кто писал, что он такой замечательный, владеет словом, у него такая гибкая мысль. И вот чтобы выйти в стезю научную, здесь, конечно, надо прежде всего задавать вопрос к любому тексту, вообще к любому материалу религии. Что этот материал помогает понять про религию. Здесь я, кстати, могу, ну может быть, немножко не к теме книжки, хотя это все вместе присутствует. Заметить, что у меня большой скепсис существует к так называемым новомодным теориям религии. Не от того, что я такой ретроград, который там не считает, ничего вообще не в курсе, что за вопрос. Да нет, я стараюсь быть в курсе, какой-то профессионал, если ты не знаешь, там что зарубежные коллеги пишут, да что отечественные. Но откуда скепсис берется, вот из того же самого вопроса. Вот что тот или иной новый, новый подход, он помогает понять про религию. Ну вот, скажем так, когнитивный подход, да, очень популярный, в котором стойко уже понаписано всякого разного. И когда ты начинаешь знакомиться с всеми изысканиями и описаниями, то оказывается довольно банальная ситуация. Да, религия невозможна без работы мозга верующего человека. Ну это, конечно, великое открытие, да. То есть об этом раньше никто не догадывался. И вот что дальше уже делать с этим когнитивным подходом? Да, там можно что-то замерять. С этой точки зрения, вот это старое проверенное оружие довольно прямолинейных и редукционистских подходов иногда оказывается эффективнее. Ну вот тот же самый там социологический подход. Он, конечно, имеет свои пределы, и им надо уметь пользоваться. Но, по крайней мере, он что-то объясняет. Здесь можно что-то доказать, вывести. Вот, еще один момент, который уже связан с книжкой. Там несколько разделов, и, собственно, в первом разделе я во многом повторяюсь. И тот, кто читал мои предыдущие публикации, знает, что монография 2006 года «Российское общество между мифом и религией». Ее материал, в общем, так или иначе использован в первом разделе. Но я не считаю это, вот знаете, как говорят, самоцитирование, да, что вроде как не приветствуется. Не говоря уже о том, что буквального самоцитирования там почти нету, за каким-то исключением. Но речь вот ведь о чем. Если ты, вот любому пишущему это знакомо, вот вы написали, да, вы думали, вам олигула, вас посетила какая-то правильная с вашей точки зрения формулировка, вот вы ее изложили, вот вы ее опубликовали. Вы довольны собой до бесконечности, молодец, талант, да, айда Пушкин, айда сукин сын. А потом, спустя некоторое время, вы взяли этот свой текст и вычитали его, и вы думаете, что ты написал в том, что вообще. Те, что вообще, мозгов нету, написать такую ерунду, да. Ну, по крайней мере, сейчас бы я, конечно, написал все это по-другому. И вот, поэтому, когда я просматривал иногда свои описания, не могу сказать, что мне это большое удовольствие доставляет, да. Потому что я больше, чем кто бы то ни было, вижу уязвимый историк. Там не дописал, там недостаточно убедительно, там не хватило аргументов, там что-то такое притянуто. И очень хочется это все исправить, потому что время прошло, уже стало по-другому как-то понимать. И вот я, исходя из этого соображения, действительно использовал некоторые материалы, прежде написанные. Ну, это такая вот реабилитация все-таки, да, вот, восстановить то, что я сейчас считаю правильным. Но при всем этом, кое-что оказывается константным. И думаешь, ну, действительно, все-таки вот здесь сам себя увидел, да, вот, написал. И сейчас менять не буду эту точку зрения, хотя прошли какие-то годы. Так она тем более дорога, хочется ее произвести. Эти наши книжки, они малотиражные, и эта малотиражная книжечка, к сожалению, да, и предыдущая. Поэтому, вот, для чудаков и специалистов, да, что называется, мы пишем друг для друга, пишем, ну, всегда находится кто-то, кому это интересно, да. Это как-то успокаивает, не очень сильно успокаивает. И, вот, я так построил первый раздел, где я действительно в ракурсе истории там показал общие черты концепции, которые бывающие в докторской диссертации, концепции религиозно-мифологического комплекса. Вся аргументация самой диссертации есть. Почему-то мне не хочется это все вот воспроизводить, даже хотя бы по той причине, что я уже не раз замечал в разных текстах, как уже мои собственные суждения воспроизводятся без кавычек, без всего, вот так вот, прям идет такой массив текста, да. То есть человек сам вот до этого додумался, ну, и, причем иногда хитро же делается список литературы, ты свою книжку найдешь, да, то есть ясно, что вот он ее включил, он посчитал все-таки прилично включить, но в самом тексте нету, и вот как, ну, цепляться, ну, ладно, в конце концов и хорошо. Человек принял эти мысли как свои собственные, замечательно, да, пусть это все живет в его сознании, пусть он в этом будет убежден, да. И это бывает иногда невольно, потому что иногда бывает, любой, кто пишет диссертацию кандидатскую, докторскую, знает, что вот что-то прочитанное, на время отложенное, но запавшее, оно живет в тебе, и ты уже забываешь, где ты это прочитал, тебе кажется, что это твоя собственная мысль, именно твое незаемное, ты сам своими мозгами ее вот выработал, да. Потом, конечно, бывает неловко, когда ты, наконец, соображаешь, что не совсем собственными, ну, утешаешься тем, что я ее зато переработал, творчески развил, да, ну, так вот. Вот, и вот эта концепция, и есть еще там один параграф, который касается динамики религиозных организаций, традиционной России, знаете, я когда-то очень увлекся, действительно, вот этими историко-статистическими материалами, причем увлекся не для научного исследования, как вы понимаете, чтобы научно исследовать, это надо идти в архив, это надо брать, скажем, те же самые документы Синода, да, надо брать, там, документы Департамента духовных дел иностранных исповеданий и так далее. Я вообще в архиве был, я эти документы в руках держал, и когда я вот это все посмотрел, поддержал, я понял, что либо я тогда сейчас полностью погружусь в это все, и уже больше ничем заниматься не буду, потому что вообще это увлекательно, ты такие вещи только обнаруживаешь, да, вот они на этих пожелтевших, потертых, там, уголки там, ну, и же, сбиты, а некоторые вообще не раскрывавшиеся никогда с того времени, как написали листы, вот, вот, но вот как-то мне не очень это влекло, и поэтому я пошел по другому пути, я как преподаватель, стал вот скрупулезно выбирать, значит, некоторую статистику из доступных источников и использовать это в своих лекциях, поскольку читают там разные религиевические дисциплины, это очень помогает, вот, ну, и это нужно было систематизировано как-то представить, а когда это было сделано, то вдруг понятно стало, что само по себе это уже как-то работает на концепцию вот того же самого комплекса религиозно-рехологического, вот это вот ранжирование религий, скажем, в России, вот, ну, подключил еще, вот, другой раздел, это там, где речь идет о всесовременности, а тут оказалось сложнее, потому что тут надо было, в общем, вот этот социологический мотив обозначить, и у меня сразу проблема появилась, ведь я занимаюсь довольно широким конфессиональным спектром, вообще религиозным спектром, если вы посмотрите книжку, то в книжке практически только по упоминаниям, там, отсылки есть, ну, скажем, к исламу, там, к илдаизму, к буддизму, еще к каким-то такого же традициям, а представлены веб-букла два, по сути, полюса, один это РБЦМП, а второй это НРД, вот между ними, да, то есть монополист и маргинал, да, вот между ними, и это сделано было умышленно, не то, что я себя вот не считаю, там, исламоведом или буддологом, решил здесь не упражняться, не подставлять себя, а просто я понял, что у нас действительно проблемы нашей современной религиозной жизни, причем, имея в виду современность не только сегодняшнюю, там, какого-то обозримого прошлого, они во многом, вот, скажем, там, в конце 80-х годов, перестроечный период, и по сей день, они во многом определяются вот этими двумя полюсами, то есть это стремление действительно к духовной монополии, и это стремление к духовной свободе, причем оба этих стремления оказываются гипертрофированными, я вообще-то не против монопольного положения тех религиозных объединений, которые как бы исторически укоренены в России, я не против того, чтобы было присутствие этих объединений, но я категорически против того, чтобы они выходили за пределы своей религиозной компетентности. Вот, если это духовные объединения, то их авторитет должен быть прежде всего в этом, и такой авторитет достигается только максимальной дистанцированностью от всего, что их может профанировать и девальвировать, от всех этих вот рутин современной политики, там, экономики, еще чего-то, хозяйственных, финансовых и прочих увлечений, вот тогда мы будем иметь мощное духовное все. А с другой стороны, религиозная свобода, она тоже не может быть безгранична. Когда смотришь, как существуют многие новорелигиозные движения, у меня там есть небольшой такой пассаж, где я пишу, что я не готов осуждать тех соотечественников, которые настороженно и даже неприязненно относятся к НРД и к разным культам, не готов я их осуждать, да, что вот я такой там демократ, и считаю, что давайте, ребята, там эти новообразования все... Нет, есть некоторые пределы, потому что действительно существует такой феномен, как общественное сознание. И общественное сознание – это всегда консервативная штука. Оно всегда должно быть устойчивым, то есть должен быть какой-то центр тяжести, который его удерживает и позволит проскачивать за собой. И в нем, этим центром тяжести является то, что связано с традицией. И когда вот новообразование, они о себе заявляют, игнорируя традицию, то возникают эти самые конфронтации, конфликты, причем не только со стороны традиционных, я в кавычках употребил слово традиционных, религиозных сообществ, но и со стороны самих вот этих вот новых религиозных движений. Их можно понять, да, когда прессуют, тогда иногда люди огрызаются, что вообще не украшают ни одних, ни других. Но вот здесь, на мой взгляд, наиболее острая проблема – это даже не положение тех сообществ, которые петендуют на монополию духовную, и не положение новых религиозных движений. А наиболее острая проблема – это отношение и к тем, и другим со стороны государства и общества. Вот как это отношение выстраивается, на какой основе, чем оно мотивировано, почему что-то поддерживается, а что-то держи и не пущай – вот это действительно одна из острейших проблем. Поэтому разбираться с религиозной ситуацией надо, прежде всего, я считаю, начинать, по крайней мере, с того, чтобы разобраться в отношении к религиозной среде, к религиозному спектру со стороны государства и общества, которые у нас нравятся, это кому-то или не нравятся, вообще говоря, секулярно. И именно поэтому даже квазирелигиозный энтузиазм многих представителей власти, которые вдруг увидели свет в окошке в каких-то религиозных традициях, он ведь тоже секулярный интерес. Духовные смысл этих организаций им как были неведомы, так неведомы и не нужны, и не востребованы. А инструмент им нужен. Инструментальное отношение обязательно нужно, потому что религиозная организация – это хороший инструмент. Это сплоченные, люди здесь объединились не случайно, сбежались, а по вере объединились. Действительно, вот, иногда, в общем, крепко спаянные такие сообщества, и почему бы ими не поработать, этими сообществами, ну, в каких-то совершенно общениях духовных интересах. Значит, вот поэтому, когда там речь идёт о ракурсе современности, я пытаюсь описать отношение к религии современной России, образ религии, точнее, чем выступает, на мой взгляд, религия. Я убеждён, что она выступает, прежде всего, как инструмент и каких-то мистико-сатериологических состояний в ней при инструментальном отношении невозможно. А с другой стороны, это вот новое религиозное движение. У меня есть свой взгляд на тему НРД. Вот совсем недавно вышла буквально по горячим следам и я могу показать вот такая книжечка, это материалы конференции, которая была в декабре минувшего года в Москве, называется это «Новые религии в России 20 августа». Вот я здесь публиковал статью «Ресурсы новых религиозных движений в России». Я считаю, что вообще эпоха, если её так можно назвать, НРД, вообще-то прошла, прошла, они свои ресурсы исчерпали. И если они поддерживаются на плаву, это значит, что здесь уже появляются мощные внерелигиозные, здесь даже не о конкуренции идёт, внерелигиозные мотивы. Ну вот, я как могу это пытаюсь объяснить. Не знаю, убедительнее или нет, я пока в рабочем состоянии мысли, я вот так как-то пытаюсь об этом сказать. Но ведь отсюда очень важный вопрос возникает, если действительно новые религиозные движения выполнили свою роль как фактор религиозной идентичности, смены идентичности при вот этом самом лиминальном переходе, значит, от одного от одной породит мы идея на другой, если они выполнили в основном свою задачу, то тогда что дальше? Что придёт на смену? Что будет следующее? И вот это, на мой взгляд, для религиоведов, неважно там, светские религии, это конфессионально настроенные религиозные, это одна из принципиальных исследовательских проблем, чтобы понять, что идёт на смену вот этому более или менее обозначенному сегменту НРД. По каким признакам определять это новое? Возревает ли оно внутри существующих религиозных сообществ, как результат их реорганизации, реструктуризации внутренней, там что-то такое, вот какая-то динамика ищет, а тлеет, а может уже горит. Или же это всё равно будет внешнее. Вот это пока ещё не ясно. И от этого, кстати, очень актуальна социология религии. Социология религии, как то, что и может объяснить, я в этом убеждён именно социология религии, может объяснить, а что там дальше-то. То есть, что будет следующее, а для чего это нужно? А чтобы понять, с чем придётся жить. Вот знаете, как это негромко прозвучит, я вот как русский человек, который живёт в России, в своей стране, ну мне небезразлично то, что здесь происходит. Мне очень важно понять, вот в каком мире я живу, в каком мире там мои дети и внуки будут жить. И поэтому я стараюсь, вот насколько позволяет там уровень профессиональной или какой-то там личной заинтересованности, понять, что происходит. Думаю, что в религиозной сфере социология религии это можно сделать. И тут вот как раз возникает эта проблема, есть ли она у нас, эта социология религии. Сказать, что её нету я не могу, сказать, что она есть мне сложно. Да, то есть я бы, конечно, хотел сказать, что она у нас есть. Ну вот, знаете, так печально совпало, допустим, что одновременно с выходом этой книжки трагически ушла из жизни, пожалуй, самый известный социолог религии в нашей стране Юлия Юрьевна Синелина. Может быть, кто-то встречал эту фамилию, но вообще я очень рекомендую в публикации Синелиной читать внимательно. Это она заведовала отделом социологии религии, социально-политических исследований Российской академии наук. Это православный человек, который, собственно, и начинал свою социологическую деятельность именно исходя из намерения показать, что у нас, социологическим языком показать, что у нас происходит неуклонный рост религиозного самосознания, что у нас православие имеет не идеологический характер, а оно фундаментально обусловлено основами бытия и так далее. Она в этом руководствовалась трудами своей учительницы Валентины Федоровны Чесноковой. Тоже очень интересный пример Чеснокова. У нее ни одной ученой степени, она ни кандидат, ни доктор. Но в социологии, вообще вот именно в социологии, назвать фамилию Чесноковой, или в социологии закевают головой, да. То есть вот эти вот этикетки, которые на нас часто, доктор, там, кандидат, еще чего-то, они не многого стоят, да. По гамбургскому счету уже ученые знают, кто чего в институте себе представляет. И вот Синелина, она, занимаясь этим, вдохновленная этим посылом, она за несколько лет пришла к очень убедительным выводам о реальном состоянии востребованности на религию. О том, в чем качество этого состояния, да, востребованности, эти выводы не оптимистичные. Они и не катастрофичные, но и не оптимистичные. То есть это вот язык профессионала, который показал, несмотря на личные симпатии, да, показал, как в действительности существует ситуация с тем же православным. Ну вот трагически погибла Юлия Юрьевна 29 марта. У нас очень мало людей, которые действительно на таком уровне могут заниматься этой проблематикой. Ну, такие люди есть, они вот по всей стране там посмотришь, там где-то энтузиасты, знаете. Страна у нас богатая талантами, всегда кто-то появляется. Вот я надеюсь, что скоро в Белгороде защитит Дотовскую диссертацию Сергей Дмитриевич Лебедев. Очень, наверное, тоже такой авторитетный, известный социолог религий. Так вот, когда я обозревал ситуацию социологии религии, это тоже было определенное такое самонаблюдение. И это социология религии занялся очень неожиданно для себя. У меня был первый опыт социологии религии именно здесь, в стенах РХГА, потому что здесь вот в начале нулевых годов появилось большое количество на заочном отделении протестантских пасторов, которые получали здесь то второе высшее образование, то вообще первое образование. И я стал им читать этот предмет как учебный предмет. И одновременно тогда, грех не воспользоваться ситуацией, стал заниматься вот тем, что можно называть исследованием. То есть, ну, его составлен определенный опросник, я собирал сведения по церквам, по их динамике, там, чьи, ну, в общем, все требуемые параметры, там, социально-демографические, образовательные и прочее, да. Любопытно, что когда я только начал это делать, а вот первый набор, это были руководители протестаторов, там, еберископы были, там, старшие пресс-витеры, да. И поэтому вот все остальные смотрели на свое начальство, как начальство отреагирует. Начальство благосклонно отреагировало, что, хорошо, пишем. И тогда все. И вот я занимался этим пять лет, я собирал эту информацию, у меня вообще такие кейсы накоплены огромные, там, по четыреста церквей, в динамике. Я все думаю, где бы найти такого студента и аспиранта, который бы это вот взял бы и написал бы на этом работу. Это очень динамика протестантской церкви в России с 89-го года, фактически, вот по середину нулевых годов. Это очень мощный материал. Ну, меня он интересовал не очень сильно, да, тогда я занимался другими вещами. А вот когда оказалось, что именно социология религии, открывается к стезе, тогда я обратил внимание на эту сферу, но я понял, опять же, что с протестантизмом, если я в него вот так войду основательно, мне как бы не очень хотелось, чтобы ассоциировалась уже такая научная биография. И так вот Владимир Александрович упомянул сегодня книжку. У этой книжки, кстати, два названия, я об этом говорил на презентации книжки. Первое традиционное, про и контр, да, а второе такое бетонобойное название, протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры. О, вот с таким названием, да. И поскольку я их сильно старался добросовестно делать, то высоко флот. В какой-то момент мне от слова протестантизм же так рябить в глазах, что, видимо, нет, еще немножко, и высыпания начнутся, поэтому остановлюсь. Ну, а действительно, но при этом очень интересная следа. Очень интересная следа. Вот две кандидатские диссертации, по которой я был научным руководителем, защищенный два года назад, в 2011 году. Они этого хорошо показали. Может быть, кто-то из вас помнит, для осведомлен была кандидатская диссертация Ирины Владимировны Скоробогатовой о харизматических церквах современной России. Это современный харизматизм российский. Это очень интересное исследование. Это, как раз, те самые харизматы, которых очень часто показывают, там, с целью экрана, вот, там, они беснующиеся, там, с немотивированной эйфорией на лицах, катающиеся попом и так далее. Она эти общины знала. По лунире она показала, что там есть, что. Вот все эти страшилки показала, откуда они берутся. А вторая диссертация была, я ей очень горжусь, это диссертация Ольги Анатольевны Боковой. Это теология современных ивановских христиан-баптистов на рубеже 20-21 веков. Я вам буду рассказать, что евангельские христиане-баптисты, они сейчас находятся в стадии теологического самосознания. Они еще сами не очень понимают, какая у них теология. Но очень страстно хотят, чтобы она была. А Бокова взяла это все и восстановила, реконструировала по текущим дискуссиям, диссертациям, конференциям, где они там обмениваются. Это вообще очень сильный труд, я в восторге был, когда это все увидели. Вот пришел светский исследователь, когда вообще не баптист, не ивановский христиан, так и все нормальный светский религиовид. Вот с первого курса отделения религии и винии философского факультета занималась религией и винии в разными темах. И стала кандидатом наук. Она даже опередила руководителя отдела катехизации Российского союза ивановых христиан-баптистов, Иванова, который на похожую тему писал диссертацию, когда он вдруг увидел, что у Боковой-то уже сделано. Вот заговор схватился. Он-то неспешно, думая, ну я там, я же знаю, я баптистский теолог, я все. А вот оказывается, и ее цитируют. Ой, мне вот это так приятно, знаете, когда твоего ученика цитируют в каких-то таких изданиях. Я получаю гораздо больше удовольствия, чем на себя в ссылке встречали. Вот. И еще два сюжета я позволю ваше внимание им занять. Касающиеся книжки. Сюжеты такие деликатные. Значит, первый из них, действительно, поскольку я занимаюсь довольно многое лидерей видением, и я оговорился вначале, не всегда она у нас так называлась, для меня была вообще проблема, вообще понятна. А религия видения у нас в России, это что? Откуда оно есть пошло, это самое религия видения? Ну и когда вот погрузился я в эту историю, то чем больше этим занимался, тем больше убеждался, что в принципе религиевическая мысль, конечно, в России всегда существовала. Очень интересные, очень проницательные историки религии и историки церкви. В общем, по-разному мне такое православие. История и аналитика религиозных движений, религиозная мысль, религиозная философия, тем более теология, все это анализировалось. И казалось бы, вот оно, это самое религиеведение. Как только появилась наука, хотя бы со времен Михаила Васильевича, Ломановского, светская наука, так началась вот эта работа религиеведения. Но всегда что-то останавливало. И вот этот пункт, который я останавливал, он заключается в одной малости, но для меня принципиальной. Какой труд не считаешь, либо развернуто, либо хотя бы намеком, но присутствует некий такой нормативный момент сопоставления, сравнения. Исследователей можно было понять. А большинство, подавляющее большинство из них в России, это православные люди. И они уже точно знали, какая религия правильная. Поэтому ко всему остальному они относились с позиции этого априори правильного представления. Когда они как ученые об этом писали, они почти не эксплицировали это представление. То есть оно так оставалось, где-то там за пределами. Его можно вычитать при желании, а можно и не обнаружить. Вы читаете там востоковедов, например, Алексеева, еще кого-то. Ну попробуй там найти, это православные преференции. А вот, ну это несколько иной, потому что здесь мы имеем дело не с, собственно, религией-видением. Мы имеем дело с разными научными студиями, такими по группам. И вот тогда возникает вопрос, а вот это и есть религия-видение. Вопрос, не имеющий однозначного ответа. Я не буду утверждать, что я точно знаю, что такое религия-видение. Я больше размышляю о религии-видении в России. И пришел к такому выводу, что вот религиевическая мысль безусловно, причем очень мощная, фундаментальная, ничем не хуже, скажем там, мифологическая школа фольклористики в России 19 веке, чем там братья Гримм или там Бумбольты. Но, собственно, систематизированная наука о религии, которая бы обладала относительной автономией, которая бы воспроизводилась на уровне специальной подготовки кадров, а вот вы же все знаете историю религии, ведь знаете, что там 19 век, да, там после Хридриха Макса Мюррера появляются, там и кафедры появляются, да, и конгрессы начинаются работать по истории религии, там, по различным религиевическим направлениям. Вот этого-то у нас не было. Не было. Почему? Я пытаюсь как-то так объяснить, почему. Но тем паче оказывается, что все-таки к революционным событиям 20 века задел мощный фундамент для религии и ведения, сложился, сложился. И вот этот переход в новые качества, российскую науку и религию вполне было возможным. Но не случился. Мы понимаем, от чего не случилось. Потому что, когда такой вот катаклизм, да, там меньше всего думают о религии и ведения. Знаете, когда какие-то небольшие социальные сдвиги про религию и ведения забывают, вот как сейчас, допустим, кому сейчас нужна религия и ведения, да? А уж вот, когда то, что у нас случилось в начале 20 века, какое там религия и ведение? Хотя считается, что там слово даже где-то уже замаячило на горизонте. Кто-то там лезет про Гауза и смотрит там статью, значит, вот там о сравнительном изучении религии. Есть статья, кто-то у Никольского, Капова есть статья. Ну, кто-то у Льва Николаевича Толстого найдено слово религиоведение было. До революции, да? Ну, Толстой, как религиоведение. Вот, ну, то есть не сложилось оно, конечно. Это беда и социологии религии не случилась такая. А в советское время понятно, что там вот эта индектринация социально-гуманитарного знания, она не могла привести к тому, чтобы академические, научные структуры, именно религиевические. И вот это как раз, почему это стало деликатным моментом, стало предметом полемики и очень резкой критики в мой адрес со стороны многих коллег. И тех, кто старше меня, и моих ровесников, и даже и тех, кто помладше. Потому что все-таки всегда хочется чувствовать, что мы стоим на плечах титанов, что за нами такая мощная традиция. Ну, и мы поэтому не последние головы в этом ряду, да, так унаследовали эту традицию, и вот ее тащим вперед, пробураем там свои штреки пробиваем. Были учителя, у них ученики, ученики учеников, какое-то непрерывное, последовательное, кумулятивное движение религиеведения прожигают, что какого-то результата идет. Я не согласен с этим, не согласен. Чем больше я занимаюсь изучением истории религиовической мысли советского времени, тем меньше я с этим согласен. Это не значит, что я вот такой нигилист, который вообще полностью отпрягается. Это одно из огнений, важно, что вообще, ну, что это такое? Человек вообще не понимает даже, что у нас были такие, 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 что у нас были такие замечательные достижения, такие замечательные книжки, такие прекрасные ученые. Ну, мало читал, наверное. Вот, и я не нигилист. Мне самому хотелось бы знать, что за мной такая мощная плеяда. И я даже этих людей вижу. Некоторых не посчастливилось, да, мало-мало, но посчастливилось живьем. Просто помню. Я, скажем, помню Льва Николаевича Митрохина, да, очень известный, в мире занимается, где, видимо, знают этого человека. Я горд, что по сей день я знаком с ныне здравствующим Виктором Ивановичем Городжой. И Виктор Иванович, он там среди рецензентов книжки, он узнал, что я пишу, он мне сам сказал, дай книжку, я напишу тебе рецензию. Для меня его рецензия была важна, потому что там и критика была, и все. То есть это вот человек, который знает изнутри это все. Вот, и, ну, вот, с Матреем Григорьевичем Песманником, там, с какими-то людьми, которые и формировали советскую религию. Но почему это не религией? Я его иногда называю, там, научно-атеистическое религиоведение, еще как-то так. А потому что там все было, что требуется для нормально устроенного религиоведения. Там была уже подготовка, были специализации студентов. Там защищали диссертации, кандидаты, доктора появлялись. Там были академические учреждения, один только институт научного атеизма, Академия общественных наук, ЦК КПСС, чего стоит. Это мощный научный центр, без иронии, без кавычек, мощный научный центр. Но там религия не была предметом изучения. Потому что это был научный атеизм, у научного атеизма предметы, я об этом пишу, он состоял из двух аспектов. То есть это вот какая мудрая голова, я знаю, какая мудрая голова, я не стал его фамилию запоминать, придумывал, что предмет может состоять из двух аспектов. То есть не сам предмет описывается, а вот есть у предмета научного атеизма два аспекта. Это критика религиозного мировоззрения и формирование научно-материалистического мировоззрения. В чем здесь предмет? Вот, что там потрогать можно? Можно отдельно изучать саму критику, сделав ее предметом, да, наверное. Но есть религия. И тогда вот тексты о религии оказывались гораздо важнее, чем текст религии. Чем текст религии. Материал о религии важнее, чем материал самой религии. Ну и там много разных, понимаете, не бывает, совершенно все однозначно и линейно. Вот так вот, полностью там все пошавушивается научно и остается только одной идеологии нет. Все времена были нормальные люди, которые занимались добросовестно, скрупулезной научной работой. И они это делали при любых режимах. Потому что у ученого, у него прежде всего посыл внутренний, познать, познать. И чем внешние обстоятельства труднее и тяжелее, тем больше хочется. А все равно добьюсь, узнаю. Вот пусть эти всякие там генералы от философии или еще там от чего-нибудь грозным простом размахивают. А я все равно буду. Потому что я не могу иначе. Мне нравится это лютеровское, я на том стою и не могу иначе. И вот, думаю, конечно, действительно, я считаю, что великая заслуга вот этого нашего советского научно-атеистического религиовидения, в кавычках, в кавычках, в кавычках, в том, что она подготовила настоящее религиовидение, которое начало развиваться с середины примерно 90-х годов. Вот был такой лиминальный период, когда советская модель стала отмирать, а новая еще не сложилась. И вот тогда началось религиовидение. И оно почти еще не вышло из этого лиминального периода, потому что очень трудно современному религиовидению развиваться. Ведь что такое религиовидение? Не важно, там, вот, верующий человек, ученый или светский неверующий. Это всегда научный поиск истины, где не может быть, не должно быть компромиссов, не должно быть чего изволить, не должно быть подгонки под очередное шевеление бровей на каком-то там высоком уровне. В какую-то грубость, в конце концов, очередную. И вот это очень трудно делать, потому что религиовидение у нас в основном вузовское. Что такое вузовский преподаватель религиовид? Это всего зависящее существо совершенно, начиная от мизерной зарплаты и кончая с самой возможностью работать. Тронуть такого запаса можно, чем место занимает. Кроме того, конечно, это невостребованность продукции. Потому что, когда, ну, вы помните, на зеркало нечего пинять, там, коли что-то крипно, вот религиовид это то самое зеркало. Он показывает, как оно на самом деле. Это не значит, что религиовид должен обязательно все критически говорить, вот вы говорите, религия у нас там усиливается, а я религиовид скажу, что нет, она на самом деле не усиливается. Почему? Есть динамика, конечно, есть. И я, следователь, эту динамику вижу. Только надо понять, в чем она заключается. Что там нарастает, а что отмирает, что маргинализируется, а что имеет перспективу. А вот этого знать не хочется. Поэтому вот трудно у религии и видений судьба. Единственное, что я могу, ну, я же субъективный взгляд, да, сказать, что вот благодаря полемике, которую, я считаю, что в какой-то степени даже я и инспирировал полемику на тему истории религии и видений советского времени. Появились публикации, в том числе и очень авторитетных исследователей, ну, скажем, Игорь Николаевич Яблоков. По-моему, у него пять или шесть уже статей вышло, не говоря уже про параллельгов в учебниках, где он дает периодизацию этапов религии и видений в России, включая советский период. Это такая последовательная, непрерывная линия восхождения научного знания. И я ему признателен за то, что, ну, во-первых, он критикует меня все-таки, делает это не брончливо, а как учебник. И, во-вторых, повышает, тем самым, у меня индекс цитируемости. Может, он в хороших местах публикует эту самую критику. Я посмотрю, значит, и в Абреле, да, а, оп, яблоков, публикация, ссылка на меня замечательная. Так, глядишь, и хиш подрастет. Вот, но при этом, конечно, сама вот эта идея непрерывности, последовательности, такой кумулятивности, я не могу с ней согласиться. По частностям, да, я иногда слишком полемичен. Я готов это признать и пишу об этом, признаю, что иногда что-то утерирую. Ну, это неизбежно в полемике. И иногда просто специально вызываю критику, чтобы вот услышать аргументы. Аргументы давай. Не бронись, а аргументы давай. Да, в ответ. Вот, поэтому в приложении к этой книжке есть небольшой фрагмент из диалога. Диалога, который любезно согласился публиковать Константин Михайлович Антонов. Он доктор философских наук, православный человек, он заведует кафедрой философии, религии и религиозных основ культуры в православном святом Тихоновском университете. С Антоновым мы довольно давно знакомы и как раз вот ведем постоянный, неустанный диалог на тему религии. Устно и письменно. Конечно, устно самое интересное, когда, так сказать, в камерной обстановке, да, это происходит. Но и письменно. И вот у нас уже состоялся очень большой текст, и из него, как пробный камень, мы решили публиковать начало, там, на зачинку. Если вы почитаете, вот там обнаруживается, что, скажем, Смирнов там достаточно прямолинеет, а Антонов вообще не диалектичен. Он так и так и так предлагает посмотреть. Хотя казалось, православный христианин, он должен быть на оборывах по этим атуистам, проветись. Нет. У него более гибкая позиция. И последний момент, это то, что касается последнего раздела. Там персоналия называется. Действительно, я повторю, что для меня любая наука, это люди, которые эту науку формируют, через которых она живет. Ну, мне вот так вывезло, что в моей жизни были не только оппоненты, но и люди, которые совершенно бескорыстно меня поддерживали. Так сказать, не родственники, не друзья, не знакомые кролика, да, а вот просто вот люди, которые из профессиональных соображений увидев, что человек достоин поддержки, они оказывали эту поддержку именно научно, да, не какими-то там сисюканьими, сочувствиями или же там какими-то около научными путями. А вот это были диалоги, это были беседы, это было размышления. Я о двух написал. Это Николай Семенович Градиенко, это Римма Павловна Шпакова. На примере Шпаковой, кстати, мне было интересно показать, как у нас складывалась социология религии. Потому что социология религии у нас стала формироваться действительно где-то в 60-х годах XX века. И туда приходили прежде всего философы. И вот Шпакова философна, одна из самых первых вообще у нас в союзе диссертаций по социологии выбора. Вот это не просто дань памяти, но это определенная аналитика. Я думаю, что какие-то интересные суждения там можно найти. А самый последний параграф, ну даже не параграф, глава, она такая довольно странная, казалось бы. Я вот сегодня вам утром подарил эту книжку своей бывшей соискательнице Людмиле Эдуардовне Сутягиной. Она защитила кандидатскую диссертацию на тему вопроса войны и мира в русско-религиозной философской мысли. Хорошая диссертация, Сутягина такой очень квалифицированный философ религии. Я ей подарил книжку. Она открывает, первое, на что она натыкается, Ленина Боге. Ленин и Бог, да, даже само вот это вот совмещение, а там дальше, Ленин там и Верхний Завет, Ленин Новый Завет, что знал о религии гимназиста Володя Ульяновна. Почему это появилось? Вот это, конечно, для меня тоже важный момент. Дело в том, что в персоне Владимира Ильича Ульянова у меня никаких личных симпатий или антипатий нету. По той причине, что я с ним не был знаком. И не могу ничего сказать, ни плохого, ни хорошего. То, что читаешь в исторической литературе, может сложить и один образ, и другой образ, да, там, начиная от кровожадного тирана и кончая вот этим самым добрым дедушкой Лениным и так далее. Вот. Меня интересовало другое. Меня интересовало социальное мифотворчество. Вот как через него получила персонификацию очень мощная мифология. Потому что то, что называется Ленин, это действительно социальный миф. Вы знаете, на миф не обижаются. Он не может нравиться, не нравиться. На то он и миф. И надо попытаться понять, как он вообще возникал. И почему этот миф был ассоциирован именно с этой вот персоной. Ну, мы знаем, что есть и другие персоны, там, скажем, сталинский миф. И я занялся, собственно, этими изысканиями. Ну, отчасти, наверное, еще и потому, что философское образование у меня марсиско-ленинское. И я еще, когда учился на философском физике, дочитался всякого разного, на этом числе и произведения Ленина, я не могу сказать, чтобы меня не вызывали какое-то отражение. Что-то скучно читать, что-то занятно. А что-то требовало вообще такой вот недумчивости. То есть надо говорить, что-то такое есть. Ну, это такое дело не имеющего отношения, сюжет личного отношения. А вот когда возникла попытка реконструкции ленинского мифа, тогда я понял, что именно он стал этой персонификацией, потому что он, ну, пожалуй, максимально из всех политиков того времени соответствовал тем ключевым упованиям, иногда тому, что называется социальным бессознательным, что существовало в России в эпоху революционного излома. Было много личностей, которые так или иначе соответствовали или в которых пытались вложить, но максимально именно он оказался. И вот надо было понять, почему, скажем, такой ярый безбожник, у которого в письме 19 марта 22 года призыв там убивать попов, там, чем быстрее мы это брать, это все расстреляем, чем больше, тем больше. Почему вот он, тем не менее, никогда не ставил задачу полностью уничтожить религию? Вы ленина нигде не найдете вот этого требования полностью уничтожить религию. А что, собственно, стояло за всеми вот этими его экзерциссами в этой религии, а уже был еще и политик, то есть он не просто теоретизировал все дела там, что-то и писал, он и действовал. Причем вот это, почему я считаю, что Фома максимально соответствовал, пожалуй, это один из немногих, может быть, вообще уникальный политик начала 20 века в России, который и думал, и писал, и действовал идентично. Очень многие думали одним образом, высказывались по-другому, а действовали совершенно по-третьему, исходя там из обстоятельств, из конъюнктуры. Этот был целен. И вот эта цельность очевидная, такая синкретизм, такая нерасчиненность, и обусвоили, что именно он стал притяжением самых разных уплываний. Оправдались уплывания? Да, в большинстве случаев нет. Нет. Как в любом мифе, но это и миф, что даже если не срабатывает, все равно он удерживается, потому что слишком много в него вчитано. Слишком много. Слишком дорогой ценой плачет жизнь этого мифа. Вот, поэтому боился ли. Да, там есть интересный такой момент. С моей точки зрения любопытно вообще посмотреть, как этот человек знал в Библии, а он ее знал неплохо. Он цитировал, да. Да, в какой-то степени эти фразеологизмы библейские у Ленина были на уровне обыденной речи, потому что многие люди библейскими фразеологизмами и говорили, и говорят, даже не подозревая, что они в библейских словах высказываются. Это там око за око кто не произносил. Но откуда это око за око? Или, допустим, есть такой набивший оскомин уже пример, когда кто-то высокоумно говорит, ну вы знаете, даже моральный кодекс строителя коммунизма был списан с десяти заповедей. Я всегда вытаращиваю глаза и сделанной наивностью спрашиваю, да ну что вы, а вы не могли бы вот сказать, каким запыдненным то соответственно. Значит, человек никогда морального кодекс строителя коммунизма вообще ни глаза не видел, в руках не держал. Там, во-первых, не десять и двенадцать. И, во-вторых, одна единственная норма с большим трудом имеет отсылку к одному из посланий. Посланий второй посланий фессалоникийцам. Вот знаменитая там, кто не работает, тот не ест, да. Все, никаких иных библейских оценок вообще в моральном кодексе нет, там совершенно другие позиции. Но вот это вот вошло как стереотип и убеждены. Я слышал даже президентный действующий как-то что-то такое про это сказал. Он тоже убежден, что в моральный кодекс писали десяти заповедей на уровень компетентности чей. Вот это все-таки требует определенной скрупулезности. У меня нет того уровня энтузиазма, чтобы дотошно воспроизводить все, что связано с Лениным. Я, в конце концов, просто остановился на какой-то момент и думаю, хватит, этого достаточно. Но здесь оказывается, ну или я вот этим закончу. Есть, есть другое еще обстоятельство. Часто, когда о чем-то пишешь, начинаешь размышлять, что-то пытаешься исследовать, и в определенной законченной форме ты зарагаешь, то на тот момент, когда ты написал, вроде этого достаточно. А потом начинаешь мысли, да, ее же не остановишь, да. Вот она как у Газманова, там мысли скаркунные, они несутся и несутся куда-то там. Как кричишь, пру, стой, зараза, но они все равно несутся. И они вдруг куда-то так приводят, что начинаешь понимать, а вообще эту тему можно развивать. Но в каком направлении? Вот тупо там дышать дальше, там выковыривая разные ленинские высказывания о чем-то, это уже просто скучно. А ведь у нас руководителей в нашей истории было в 20 веке достаточно. И так уж случилось, да, что в России всегда персона первого руководителя, это есть некая персонификация социального целого. Мы говорим, там, сталинские времена, брежневские времена. Ну понятно, что люди даже в эти времена не жили тем, что они каждую минуту думали, Сталин, Брежнев, Сталин, Брежнев. Нет, они думали другим. Работа, зарплата, там, погулять. Вот, но маркировка такая есть. И отношение к религии во многом определялось действительно взглядами, взглядами, даже не законами, вне правовой практики, а взглядами и личной позицией первых руководителей. И у меня вот появилась такая идея, я эту идею не знаю, может быть, никогда не реализую, идея книжки, где бы я, условно говоря, написал вожди и религия, начиная от Владимира Ильича, ну и кончая, скажем, последними руководителями. Хотя, не то чтобы ходить, бывает, склизко по камушкам, но просто там особенно ничего такого не найдешь, глубокого мыслия нет. Ну и надо бывать, правда, первым, потому что Владимир Владимирович, он иногда радует, когда говорит о вульгарном понимании, с вескости, о разных избушках, где кто-то какие-то культы совершает, или же там у него был какой-то пассаж, сопоставлявший тело Ленина с мощами сведых. Все только уже возрадуют, сейчас выносить будем. И вдруг президент сказал, что... И как-то так, пригусили язык, значит, по временем, свой да сам тело. Ну вот, ну это скорее уровень анекдота, хотя фразы произносятся вполне реально. А были другие, для которых это не было первостепенно, вообще, я их не занимала эта тема. И поэтому вот интертекстуально, так сказать, если войти в мир их слов, речений, биографий, там можно интересные вещи найти. Не только по поводу Сталина, Сталина религии, да. Заметьте, кстати, ни одной взвешенной, объективной работы на тему Сталина и религии не существует у нас. Сами книжки всякие, там, Сталина религии есть. И последние годы с этим очень модно. Я сегодня в Дом книги зашел, вообще, Сталина у него полки стоят, да, великие рожди. Но вот эту тему отношений у него было, как вы знаете, в силу его образования, каких-то там лишних привязанностей, очень специфических. Очень интересные у прежнего было отношения. Об этом вообще нигде никто. У антропола. Этот краткий период пребывания антропола, руководства странной партии, на который многие вообще-то стряпнулись, ну, сейчас, ну, сейчас, наконец-то заживем, да. У него он успел кое-что по поводу религии. Еще когда КГБ руководил, там, позднее, да. Ну, вот, завершая, просто замечу, что, кстати, никто из них никогда не ставил задачу уничтожить религию. Полностью уничтожить и произвести. Потому что религия, какие бы ни вылетеления, понимаешь, что религия, это люди-носители. Уничтожать религию, значит, надо уничтожать часть населения своей собственной страны, да. И, ну, был, скажем, господин Сорионович, для которого, неважно было, там, большая часть, маленькая часть, он мог любой кровь пустить. Но не до конца. Потому что ему надо, чтобы были все-таки вот те, кто будет петь песню великому Сталину, там, от края до края, по горным вершинам, где вольный орел совершает полет, а Сталине милому родному любимому свободно пить, насколько это народ. Где же тот народ-то, который эту песню будет слагать, из-за денных сил? Поэтому и их тоже берем. Вот. Вот, пожалуй, и все. Вы извините, что я вас так притомил на налогах. Ну, вот, что хотел, сказал. Если какие-то вопросы, то, пожалуйста, я готов. Да, спасибо. Я хотела бы уточнить, что вы имеете в виду под новыми религиозными движениями. Ну, тут не я имею в виду, тут уже какая-то традиция сложилась, что новые религиозные движения, вот это аббревиатуры, НРД, это те новообразования религиозные, которые возникают с середины 20 века. Да, ну, хорошо, пожалуйста, вот там, даже перечисляясь, ну, церковь саентологии, например, да, или там Сахаджи-йог, да, или Шрам Шамбулы, ну, церковь последнего завета или Сориона, да, вот такого рода движения, да, вот это вот новое религиозное движение. И сегодня представитель любой мировой религии и даже атеисты знают, что Бог для всех один. Поэтому вот мне непонятно, почему нельзя преподавать религиозное движение как историю веры мировых религий всего мира, опираясь на все писания, ну, основных мировых религий, конечно, не дополнительных этих вещей. Это, может быть, научный труд, потому что раньше ни один ученый не был атеистом, о правде говорить. И вот почему не создать вот такой труд и преподавать его не в высших учебных заведениях, в высших учебных заведениях Бога серьезно преподавать, а вот как и с учениками, преподавать в школе. Ведь раньше русская азбука чего говорила? Азбуки Веди, я Бога Ведаю. Старая азбука уничтожена, мы ее не знаем. А с детства нам преподавали, что Бога нет и вообще-то мракопесие. Вот лично моему поколению. Поэтому вот сегодня хотелось бы знать, это так все ясно, всем просто. Почему? Ну, наверное, потому что не так ясно и просто. Вот вы сказали, что все знают, и они выгоняшли слово знает уместно. Скорее это может быть такая вера в существование единого, общего, универсального. Но вера это не знание. И то, что предмет веры, оно и раскрывается по-другому. А потом, почему нельзя преподавать? А почему нельзя? Можно и собственно, когда преподается курс религиоведения, истории религии, сравнительное изучение религии, как раз обо всем этом и звучит. Материал при этом, безусловно, выделяется именно то, что связано прежде всего с наиболее распространенными духовными традициями, даже просто чисто статистически. Иногда в рамках курса, знаете, вот можно рассказать про мировые религии. До культа Вуду уже не хватает времени дойти. Хорошо это или плохо, не знаю, но вот детишки, которые упоминаю, они с удовольствием про культу Вуду послушали. Что же касается вот этой идеи самой единства Бога, именно как предмет веры, она не может быть такой универсальной и всеобщей везде присутствующей. Все-таки вот те же самые религии или то, что мы называем религиями, далеко не все апеллируют к идее Бога. Вы попробуйте там найти идею личного Бога, скажем, у буддистов, а это сотни миллионов людей. Ну и есть такие вот духовные традиции. То есть мы можем сказать, что есть вот так называемые предельные смыслы бытия, которые действительно всем людям свойственны. Безусловно, это ценность жизни. Как дар Божий это может быть или как дар природы не важно, но вот это ценность. Есть какие-то понятия, которые мы называем нравственными понятиями, которые в любой культуре присутствуют. Независимо от того, какая это религия. Да, на этом уровне, конечно. Ну вот тут, кстати, специалистов больше Владимир Александрович, потому что это уже касается темы гражданских религий. Есть такое понятие гражданская религия, где была попытка сконструировать некую мета религию, которая бы не вызывала расхождение представителей самых разных традиций. Ты остаешься буддистом, мусульманином, православным и так далее, но ты признаешь эти самые общие ценности. Насколько это реально трудно пока сказать. Нету эмпирических эквивалентов, хотя идеи хорошие. Да, пожалуйста. Можно? Да, конечно. Да, пожалуйста, вы, а потом... Нет, давайте пока по одному вопросу, а потом уже вернемся. Так будет лучше. Нет, один об обсудили, один обсудили. У меня связано. А, ну хорошо, задавайте. Да, пожалуйста. Первый вопрос очень короткий. Не ждете ли вы, что к вам будут предъявлены претензии? Вот, конечно, мы говорим о Ленине, вы так и не внесли ясность, исходя из того, что вы говорили. В черное или в белое относите? Непонятно. И второй вопрос, это уже то, что вы говорили о социологии и религии, я просто не знаю. Вот учитывалось ли, вот если мы берем любую страну, да? Вот религия там изменяла, ну, в соответствии с какими-то историческими обстоятельствами происходили какие-то изменения. Ну, если мы говорим о России, вот начиная с Ленина, то все-таки его, так сказать, последовательно, очень сильно оказалось влияние, ну, на религию, вот его установки, его взгляды, так сказать, и так далее, и так далее. Ну, и, соответственно, когда мы, то, что называемое настроение людей, да, то мы можем говорить, просто вот есть факт такой, да, учитывается ли вот именно влияние вот этой, так сказать, атеистической позиции на формирование нынешних представлений. Вот, вот, вы знаете, я бы так сказал, все-таки на счет первого вопроса мне казалось, что высказался, потому что если Ленин – это социальный миф, то миф не может быть ни черным, ни белым. Это вот здесь некоторая данность, которая вот воспринимается, буквально доставит, он такой, да, и в этом мифе либо живут, и тогда просто вот куда его деть, либо его отвергают, и говорят нет, и тогда появляются эти эмоционально насыщенные такие оценки, и изверг там, сатана вообще явился нам на погубу, да, другие говорят, да он замечательный такой, он товарищ умилел людской лаской там что-то. Ну, то есть, мы начинаем что-либо плакать, либо смеяться. Как вы помните, нас в истории философии учат не плакать и не смеяться, изучать, исследовать. Вот, а по поводу влияния, я не уверен, что у нас именно ленинское влияние. То есть, ленинский взгляд на религию, подход, он задавал определяющую тональность советских десятилетий истории. И говоря уже о том, что эта история знала разные состояния отношения к религии. А ведь вот вы вспомнили, значит, что там, учили там в детстве, что Бога нет и так далее. Я должен сказать, что меня, например, в детстве, да, я в школе учился в 60-е годы, я закончил в 72-м году школу. Меня никто не учил тому, что Бога нет. Мне вообще ничего не рассказывали про Бога. Это было безрелигиозное образование, безрелигиозное. То есть, ни за, ни против, ни плохо, ни хорошо. Вот это был период, действительно, 60-70-х годов, когда тема религии вообще отсутствовала в образовательном пространстве. Единственное место, где можно было с ней встретиться, это в высших учебных заведениях на дисциплине под названием «Основы научного атеизма». Вот там про религию вдруг что-то начинали говорить. Я знаю, я помню, когда начал преподавателем работать, приезжал на физический факультет университета, педотворец, там студенты валили вавом, они, значит, вывешивали большой плакат, ну физики любят там шутить, но уважаем, кто верует, там еще что-то такое. Молодого преподавателя, она же, я не знаю, что он содержает. Им это было очень интересно, потому что где они еще про эту религию услышат? Вот безрелигиозное. Был период, когда антирелигиозное было действительно очень явно, это период даже конца 20-х, середины 30-х годов, и как раз он показал нефункциональности вот этого давления. И уже с второй половины 30-х годов антирелигиозные компании по сути прекратились, там точечно работали. А вот в целом бессмысленно было. Больше того, надо было как-то консолидировать, готовить к грядущим испытаниям, ясно было, что воевать придется. И поэтому там стали фильмы снимать, книги выпускать про героическое прошлое русского народа, где появляются священнослужители, и крестные ходы появляются. То есть те, кого еще 5-6 лет назад отстреливали, они с киноэкрана идут, консолидируют нацию. То есть это есть и то, что я назвал инструментальным отношением. Вот это действительно было, когда не хватало других инструментов социального конструирования, а вот давайте вот это возьмем и его приложим. И вот поэтому сейчас, по сути, повторяется, ну на новой, может быть, основе, потому что люди несколько другие. Повторяется эта инструментальность. Когда вот ведем мы там институт военного духовенства в армии, мордовой закончится в казарме, когда ведем мы там в школах основы православной культуры, и хоть были все талдыщи, что это светский культурологический предмет, но мы же знаем, да, что за ним стоит. И это действительно так, потому что, начиная с патриарха Алексея, там церковные документы четко говорят. Использовать вот эту рубрику культурологической дисциплины для активного проникновения в светскую школу. Церковь очень последовательно действует. И здесь им не откажешь в том, что они действительно имеют свою линию, и они гнут эту линию очень упорно. К чему это приведет, к какому перегибу, я не знаю. Я боюсь, что это будет для церкви очень больно потом. Вот, но вот это есть, но это тоже самое инструментальное отношение. И когда власть, ведь этого бы не было, если бы светская власть, руководство светского государства не поощряло это. А почему поощряло это? Потому что светского государства других инструментов не видит. Оно не знает. То он пытается там единый учебник истории придумать, чтобы все знали правильную историю Отечества. То еще что-нибудь там такое сконструировать. А вот только не получается, а возьмем-ка мы опять за церковь, потому что она вроде тысячи лет существует, за ней там груз истории, культуры и так далее. Ну, видишь и вывезет нас куда-нибудь. Куда вывезет, правда, мы не очень знаем. Но вот это есть. Вы же понимаете, что когда активизируется церковная среда, это не есть минус. Это как раз, значит, самосознание церковное растет. Но ведь одновременно с ней активизируется и около церковных среда. Около церковных, пароцерковных. То есть та среда, которая никаких духовных смыслов в этой церкви не знает и не ведает, но которая с большим удовольствием знает, теперь можно, сейчас мы возьмемся. И вот эти самые православие и, конечно же, мы обнаружили, как и миру, в твоей секторе открыли смерть, хорроговеносцы, казачки, пошли спроси. У меня опыт был, правда, рискованно с ними долго беседовать. Когда спрашиваешь, что там они знают про спасение через обожжение. Вы понимаете, этого ображения лица, при этом появляется православного казака. В общем, для многих, скажем, Православный христианин – это совершенно разные вещи. Вот он православный, так вы христианин? Нет, я православный. Почему? Потому что я русский, я православный человек. Ну вот, что за этим делать? Да, пожалуйста. Дмитрий Харькович, хочу вас поблагодарить, потому что в первое время я вас обучался. Мы в магистратуре геобедения с публигоном преподавали ряд интересных дисциплин. И вот, в частности, вы сказали такую очень интересную фразу, которая запала мне в душу, и я бы хотел вас поблагодарить за то, что геобедение в последнее время, буквально в последние несколько лет, перестало быть идеологически ангажированной дисциплиной, и теперь появляется действительно такое поле для исследователей, для молодых исследователей, которые могут без всякого какого-то идеологического гнета с одной стороны, ну и с другой стороны, да, по-разному смотреть, действительно объективно писать о религии. А вот подскажите, пожалуйста, какие вы можете дать рекомендации этим молодым специалистам, которые хотят заниматься геобедением, без пристрастного изучения? Ой, это было бы странно, если бы я вам сейчас первое, второе, третье такую рекомендацию дал. Я вообще сам всегда, так сказать, свою дорожку сам тарел, иногда натрекался на что-нибудь, там шишки наливал. Ну вот, единственное, может быть, что я могу действительно рекомендовать, это не игнорировать авторитеты, но и не держаться их як от слепой стены. Вот в любой исследуемой проблеме важна должна быть сама проблема. Вот это вот основа научного отношения, в том числе и к религии. Потому что если вы будете лихорадочно озираться, а как же правильно, да, про это написать, да, вот как писал вот такой-то ученый дяденька, а как вот такая-то тетенька писала, да, ну не уже там степени, да, звания и так далее. Все, вы как ученый заканчиваетесь. Вы начинаете себя обкладывать этими прокладочками защитными на всякий случай, да, вы боитесь своего собственного слова, знаете, перед материалом религии, и вообще все равны на самом деле, если вы честно, компетентно, научно пытаемся с ним работать. И сказанное умудренным опытом тварищем, его надо, конечно, знать и учитывать. Но это не значит, что надо обязательно 100% сделать от содержания своего собственного взгляда. Вот, и ищите сами. Я все-таки повторю, я тут легнул к когнитивной религии, я еще раз легнул. Повторю, что вот, прежде всего, в любой теории, в любом тезисе принципиально важно определить, что мне дает для понимания религии. Ну, все же знают, кто пишет, что там, допустим, должно быть методологическая основа исследования, да. И вот, начинаем морщиво писать, значит, там, методологии исследования религиоведческого. Кто-то там пишет Вебер, там, да, кто-то пишет, скажем, Фрезер, Тайл, да, классиков, извлекаем. Ну, кто-то там современных берет, если там какая-нибудь теория, там, секулярного, постсекулярного, да, там. А что это вам дает? Вот, если вам ссылка и привлечение этого авторитета что-то дает для вашего личного понимания, и вы, разделяя его взгляды, можете препарировать этот материал религии, вас лично интересующий, и он дает вам убедительный, да. А если просто уважение ради, да, показав, что я вот, я читал, да, вот, эрудированный я человек читал, именно знаю, знаю, да, это как-то очень напоминает знаменитый анекдот советского времени, да, когда, там, работяга, там, с философом беседует, да, там, ты Гегеля знаешь, не, а Канта знаешь, не, что Квихта не знаешь, а ты Ваську Косо знаешь? Да, что ж ты своей, ты меня пугаешь, да, вот, то есть, это ничего не прибавляет для понимания, вот, я считаю, что так, то есть, это, как раз, на самом деле, это трудно, потому что есть очень большой соблазн думать, что кто-то знает правильнее тебя, что кто-то вот уже все это понял, и ты только должен, как бы, вот так вот, вписаться в это правильное понимание, ну, там, может, очень вякнуть свое, очень осторожненько, да, я тогда смотрю иногда, когда защищаю, там, свои дипломные работы, вот это, прямо даже с таким вопросом немым в глазах, ну, я бы не сказал, да, так, дипломат смотрит, да, на научного руководителя, еще на кого-то, если ты занимался этим, там, год, два, три, ты перерыл кучу литературы, тебе, говорит, с вами, у меня свое представление, значит, ты правильно сказал, вот, на данном уровне твоего понимания это правильно, да, через год ты поймешь, что надо все перечертывать, писать заново, да, но вот сейчас, да, вот это и есть на наука, какая она еще бывает, да, пожалуйста, и здесь есть какие-то вопросы, да. Возможно, мне точно хвататься, но я могу поговорить с тем, что она, значит, с 90-х годов, когда вообще, скорее, у истоков социологии, потому что вы преподали на университете у Сафисостро, и у меня мнение о вас как-то тогда не изменилось, так и сегодня вы тоже нам преподаете, ну, преподавайте, на самом случае, вообще, вот, поэтому мне вот интересует такой вопрос, вы сказали, возможно, в ограниченной форме, то есть, как раз судьба нынешних специалистов-религиоведов, и есть ли смысл их выпускать, есть ли негде применить? Ой, в судьбе нет повести печальней на свете. И востребованность, и востребованность. Вот, а тут какая штука, знаете, объективная востребованность, конечно, есть. Ну, согласитесь, что всегда в любой сфере нужны вменяемые люди, компетентные, знающие предметы, даже, грубо говоря, знающие, как что правильно назвать. Да, это тоже очень много значит. Нужны такие люди. Откуда они берутся? Вот, когда там на философском или факультете университетов, там, 4, потом еще 2 года магистратурыщика, вылепливают из этого знатока-специалиста, или вот в таких учреждениях, как РХГА, да, конечно, вот эти люди, объективно, они должны быть, просто у порога, где нужно стоять, работодатели, и просто вот, хватать, религиозные, злобы, злобы, злобы. Никто не хватает, не хватает. Попробуйте вы прийти и сказать, что вы религиовед. Как на вас посмотрят, да? Еще, ладно, вы еще загадочные слова произведите, но бакалавр религиоведник, или магистр религиоведник. Что такое бакалавр религиоведник? Как вы знаете, сейчас же есть еще и федеральный госстандарт образования по направлению теология, и вот выходит из, в общем-то, светского вуза человек по этому госстандарту, получивший образование, говорит, я магистр теологии. Ой-ой-ой, то есть, вот это вообще на него, смотри, на попа не похож, да? Что вы говорите, сектант, наверное, какой-то сектант, да? Да, и вот так его, ну вот, что делать? То есть, получается, что объективная востребованность есть, потому что везде нужны правоохранительных органов, нужны, потому что там люди двух слов связать не могут о религии, а они судьбу решают. Нужны, конечно, в разных экспертных хитрождении, нужны в администрациях, в отделах по связям с религиозными объединениями. Ну, куча есть мест, где у нас не так уж и много выпускается, на самом деле, сейчас еще меньше будет, потому что на всю страну, я, может быть, совру, но вот то, что я слышал или читал, в этом году на всю страну 25 бюджетных мест на религиоведение, по всем вузам, вне бюджетных сколько угодно принимают, да? Ну, кто пойдет за свои собственные деньги изучать такую мутную, странную, неперспективную науку, как религиоведение, только очень большой энтузиаст пойдет, да, которого без этого просто никак. А на госбюджет, да, еще за них будут драться, за эти 25 бессмертных душ, да, потому что университеты, там, у нас же 35 выпускающих как-то, конечно, их уже не будет 35, да? Вот такая проблема. И, да, вот от этого, но ведь не бывает с этим пустым святое место. Значит, кто нас заполняет? Приходят люди, которые и преподают, и консультируют, и мы хорошо знаем, да, я не беру даже такой яркий феномен, как, там, мой ровесник Александр Ильинич Дворкин, да, а этот, по крайней мере, очень информированный человек, здесь не отнимешь, не отнимешь, да, вот, но есть масса людей, там, журналисты, допустим, да, вот он там где-то все, кто проник, да, понаблюдал, тайно записал, и после этого рассказывает миру, раскрывает глаза возною, и как ее ничего не там вытворяет, да, вот он же, он же специалист, у него уже сегодня публикации есть, да, там, в местной газете какой-нибудь, да, тамбовские ведомости, вот, ну и все. А религиовед рядом, вот я тамбовки, случайно, на свой универсный язык выгодил, потому что там, в Тамбове, допустим, есть очень квалифицированный религиовед, очень квалифицированный, пронин, датьяна Сергеевна, генет наук, доцент местного, по-моему, педагогического называется, она даже там центр религиоведческий создала, все, перекрыли кислород полностью, не нужны религиоведы, тамбове, вот не нужны, вот, что делает человеку, да, ну, преподает, да, преподает, вот, вот это беда, то есть некомпетентность, причем мы же с вами понимаем, что если какая-то инициатива высказывается по поводу религии, и она высказывается некомпетентным человеком, то, значит, точно эта инициатива будет реализована, точно будет реализована. То есть, чем меньше уровень компетентности, тем выше шансы, что она будет реализована. Я сейчас смотрю, вот, небесцедрогание на прохождение через Думу, вот этого самого законопроекта о внесении изменений, законы Российской Федерации и так далее, и так далее. Конечно, тут журналисты напережимают, потому что там нету тех формулировок, очень часто, которые на слуху, но все равно даже в том виде, в котором это существует, через первое чтение, это свидетельствует прежде всего о невежестве, о невежестве, даже не о злом умысле, просто о невежестве. Вот это, как говорится, это хуже, чем предательство, это ошибка. Вот такая ситуация. Вот это беда, и здесь, конечно, бы религия век-то нужна. Ну, иногда вспоминают, что мы есть, иначе что-то просто я вот там где-то заметил в книжке, что был когда эксперт Думского комитета, два года я был экспертом, писал аналитические записки. Лично Василий Владимирович Захарящев сжал руку своей мощной дванью, спасибо. Обязательно используем Юрий Михайлович. Он меня, ну, понятно, что ему ближе начинал к Прушкову, вот это кто вы. Но, как писал, так все, и куда-то уходило, неизвестно, никому не нужно. Результаты есть, точно есть. Вот сейчас ЧВС-юбилей был, вспоминайте знаменитый афоризм Виктора Степановича, бессмертный, да, по поводу хотели как-то. Есть, пожалуйста. Есть еще, вот я бы хотел бы все-таки по религарическому школу, вы немножко фигури поняли, но не громко ли звучит религарическая школа. Но Москва и Петербург, как всегда, мы сравниваем, потому что какой-то школы все-таки не было. Владимир Александрович, я как раз нигде от слова школа религиевической. Хорошо, представители Ленинградского, исследовали вот так тогда. А вот, давайте, я категорически против применения понятия научная школа к нашему религиеведнику, именно потому что я к нему хорошо отношусь. Я сам отношусь к этому религиеведнику, я в нем внутри существую уже много лет. И поэтому я против понятия научная школа. Потому что научная школа, это вот такой традиционный образ научной школы, это когда есть мощный мыслитель, который продуцирует идеи, эти идеи развиваются его учениками, причем они не просто копируют там, они их по-своему прилагают, иногда даже, может быть, корректируют. И он от этого не расстраивается, что они его там не дублируют, да? А наоборот, он щенри ими дарит, значит, делится. И тогда это научная школа, потому что тогда человек может сказать, да я учился вот такой, чему я учился? Не воспроизводить слова, да? А учился вот этому мышлению научному, поиску проблемы, постановке вопросов. Вот этому учился. Вот в религиеведении у нас таких научных школ не было. По той причине, что оно, к сожалению, было идеологическое. И там попытается кто-нибудь, вот скажем, был же Левада, да, который там чуть-чуть попытался что-то сказать. Как его шлепнули? Социальная природа религии, да? Это какая там социальная природа религии при социализме? Пережи так, никаких иных не может быть. И он с той порой сейчас зарекся про религию еще написать, да? Здоровье дороже. Вот поэтому, конечно, школы здесь нет. Социология религии, тем более, она еще позже стала велика. Если говорить очень осторожно о школах, в принципе, это может стать перспективой. Мы же, в конце концов, живем и не знаем, кто там среди нас, тот самый будущий корифей, да? Я, вот я, допустим, считаю, что, к сожалению, в закономерности нашей жизни оказалось преждевременный уход тех, кто мог бы стать основоположником научных школ. Ну, скажем, Евгений Алексеевич Торчин, да? Мог бы вполне стать основоположником научных школ. Не в плане буквального подражательства его идеи. Он был на взлете, вот это был вообще переполненный идеями человек, да? Вот так трагически ушел, кстати, в этом году, 10 лет, в 2003 году он скончался. Ну, вот Юлия Синелина, да? Которая тоже созрела вот уже до этого уровня, когда у нее появлялись ученики стали. Что-то где-то такая, наверное, рок какой-то, не знаю, может быть, на нашей религии. Но по поводу школы я очень скептически. Ну, а потом зачем нам обязаны вот такие-то сейчас эти самые школы? Нам нужна нормальная возможность стабильной научной работы. Когда ты не думаешь и не дергаешься каждый день, будешь ты работать, не будешь ты работать, да? Вот, там, примут, не примут. Вот вы мне спросили там, не боюсь ли я претензий по поводу Ленина. Ну, если вот принимать эти самые, поправкивать эти законы, то можно запросто сказать, да? Во, он там как написал про этого безбожника, да? Вообще, ху, да Господа возле, да? Посчитал, сколько раз тот Бога вспомнил, да? Еще и посчитал, сколько раз черта вспомнил. 61 раз Ленин в письменных трудах черта вспоминал, да? Ну, он и Аллах вспоминал, вообще-то говоря, да? Так что, вот, что-то такое не то. И можно меня сразу же раз и... Протувать за деньги. Так там в УКаеве, там... Нет, в УЧА, в УЧА, в УЧА общественно полезного труда, я здесь, в воздухе, в УЧА, да? Вот, потому что я честь, честь взять, при нашей-то заработать. Если можно, я хочу, что вопрос вот про социальную санкционерную религию. Я, например, почитал про проблему социальной адаптации МНР. А я хотел спросить, вот, про социальную адаптацию православия. Вот, как мне кажется, ну, как я понимаю, что вот эта социальная концепция РПЦ, да? Она предполагает такую конструкцию, что церковь – это некая такая институция над обществом, которая, наоборот, приспосабливает к себе, в социальном смысле, к обществу. Такую задачу ставить, может, я ошибаюсь. Ну, как вот вообще вот вы оцениваете перспективы социальной концепции, вот, вообще? Социальные концепции, перспективы такие же, как у любого идеологического документа. В ней никто не жил, не живет и жить не будет по социальной концепции РПЦ. Это такой вот выборским словом говоря идеальный тип, или, как там Беккер называл, конструируемый тип, да? Некая идеальная такая вот, как хотелось бы быть, но чем никогда не станет вполне объективным обстоятельством. Но польза определенная есть, потому что хотя бы идеал сформировали, да? И есть вообще вот на что равняться, на что ссываться. А это ведь раньше не было, вообще никогда, это впервые в истории православия появился такой документ. Вот, а что касается адаптации, нет, я не думаю, что для, вот, строго говоря, православие не может существовать вне церковной формы. Именно церковность это и есть форма существования православия. Поэтому, согласно, там, скажем, норму православной экклесиологии, да, есть определенные пределы присутствия церкви в мирском пространстве, взаимоотношения с властями и так далее, да? Вот, если вот это будет как-то реализовываться, ну, тогда, что называется, будем посмотреть, потому что не все там буквально реализуемо. Вот там симфония, например, опробуйте, что сейчас такое симфонию реализовать в светском обществе. Ну, что-то вполне возможно. Другое дело, что это все неведомо совокупному субъекту православной церковности. Верующие православные церкви про это ничего не знают только. И не потому, что они какие-то невежественные, там, вполне много людей образованных, культурных, им это не нужно. Им важно другое, вот это фактор идентификации, да, когда все размывается, когда диффузия везде возникает, надо за что-то уцепиться, вот-вот православный, да? Поэтому вы же знаете, я там, по-моему, упоминаю, что очень часто до четверти опрашиваем и говорим, что он православный, но в Бога не верует. Вот, вот, не верует. Причем это сами понимают, но не воспринимают это как трагедию, да? Потому что православное – это что-то другое в сознании такого человека. Это такая вот этнокультурная идентификация, это сопричастность к народу, к истории, там, к корням, вот. Ну, что? Нет, у меня еще вопрос есть, и потом по поводу, секундочку, я задам, а потом по поводу МРД. Да. Мы видим, что за последние три, наверное, десятилетия в России пришли новые религиозные движения, которые раньше здесь не присутствовали. Скажем, из самых крупных – это церковь Санитология, церковь Объединения из Кореев, Фалундафа. И, пожалуй, что такие миллионные церкви, наверное, не можем остановиться. Ну, там, кришновиды еще, да? Из России мы экспортировали не так, что и много получается церкви Сириона, там, вот, Иоанна Береславского. У меня вопрос следующий, что-таки, про будущее, да? Вот мы видим, что сейчас народ насытился новым религиозным движением, он более не стабилизировался, сделал свой некий выбор, да, где что быть. Но, как всегда, что-то должно появиться, вот некий прогноз, вот, чувствуется, что повитает в воздухе в появлении что-то нового. Да, 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 я гораздо, вот, сам себя задачу, вот, поиском, чего нового возникло. Что касается, там, экспорта, импорта, НРД, ну, из нашей страны импортируется только углеводород успешно. Да, вот, НРД, это, такого добра хватает везде, и гораздо более эффективного, поэтому, там, виссарион, там, дальше, Прибалтики ли Казахстан. Ну, ну, ничего, массовое, да? Вот, да, 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 и, да, в общем, пределы роста достигнутые, вот, они действительно ресурсовые исчерпали. возрастной состав участников еще позволяет какую-то перспективу иметь. Там действительно много людей молодого возраста, последнего возраста. Ну, это обозримо. А к нам тоже ведь больше ничего не приходит. Все. Последняя волна, их даже иногда не назвать, это вот пятидесятники, харизматические церкви, там новое поколение и так далее. Но это такая вариация на тему пятидесятничества, и можно их рассматривать отдельно, можно в контексте пятидесятнических церквей. Но ничего такого они не выдумали. Вот же того. Они как раз и показывают тоже пределы религиозного присутствия зарубежных НРД, когда свою социальную адаптацию, упомянутую вами, они решают путем не миссионерства, не проповедничества, не обращения религиозного, а путем социальных служений. Надо показать, что мы здесь свои. Потому что мы занимаемся, мы работаем с наркозависимыми, с беспризорными, помогаем, без катастрофы, с техильным бедствием. Вот чем занимаемся. Почему занимаемся? Потому что мы себя не отделяем от своего народа, от своей страны. Вот это способ адаптации. Здесь религиозная все меньше и меньше присутствует мотивация. А вот что новое идем на встречу, вот тут действительно надо очень хорошо подумать. Потому что одним из, ну такой как намек, да, одним из возможных, одной из возможных новаций, это то, что возникает внутри конфессионально, в такой более традиционной религиозной среде. Ну вот, скажем, православие. Не случайны же такие активные организационные изменения сейчас православной законности. Там плодятся новые епархии, учреждаются новые кафедры епископские. То есть какая-то структурная реформа идет. Поскольку внутри этих образований, особенно если оно большое, могут возникнуть и неподконтрольные, трудно просвечиваемые сообщества, ну, сектантского традиционного слова говорят, типа, да, которые выходят из-под контроля. Чем они живут, очень трудно сказать, да. И вы знаете, там разные, там, посмотри, божие, там, это старчество, там, и всякое прочее появляется, да. А аналоги истории с Диамином Чеконским не часто могут возникнуть. А вот такие вот маленькие, маргинальные. А ведь что такое секта образования? Это и есть разъедание церковного организма. И почему оно возникает, это секта образования? Значит, церковный организм оказывается нефункционален. Когда он свои задачи пытается решать административно-бюрократическими способами. Вместо того, чтобы обращаться к духовному миру своей паствы, вообще понять, чем это паство живет на земле, да. Вот какие там интересы. Я подумал, если я сослался вот на посещение ТОС на 31 марта, я там был в составе десанта, из двух священников, очень таких компетентных людей, это отец Януарий и отец Кирилл Копинь. И вот мы с там, что народом когда общались, на клуб Лобос, мне интересно было смотреть и на посетителей, и на тех, кто вопросы задавал, и на тех молодых священников, которые, собственно, ведут этот самый клуб. Потому что вот у них-то я увидел вот эту вот действительную тревогу, переживание. Они с народом вот здесь, на земле, да. Они не там в кабинетах, да, и не в Маймахах. И у них совершенно другое ощущение своей паства. Поэтому они старались найти новые формы разговора. Они не боялись там пригласить вместе с освященниками, конечно, говорили о своей тональности и меня, о которой совсем по-другому все это будет. Они не боялись этого диссонанса. Наоборот, они считали, что именно так и надо. Что вот в современной пастве нужно говорить не назидательно, как я начальник, а ты известный кто, да. А вот совершенно по-другому. Вот это и есть. Но это и есть реакция на то, что там вызревает. Я последние года три регулярно хожу на конференции, которые организуются при участии миссионерского отдела Петербургской епархии. Ну, вы знаете, миссионерский отдел, он, собственно, начал бороться с разными сектами, культами и так далее. Вот что там меньше всего звучит на этих конференциях, это вот эти самые НРД. Они уже не так интересуют. Не так интересуют. А больше интересуют то, что внутри православия происходит. Внутри православной среды. И вот эти вот оквоцерковные суеверия, там, и различные вот группы появляются, самочинные какие-то, самосвятые еще возникают. Только нет, да. Оказывается, вот это есть, это чувствуют. Вот может быть здесь что-то вызревает. К чему это может привести, я не знаю. Можно предположить по аналогии с другими историческими временами, что это придет к реструктуризации церковной жизни. Она свою реформацию проведет. Свою реформацию сбросит этот самый жирок самонадеянности, когда все должны быть обязаны нам только потому, что мы здесь тысячу лет. И за это нас любите. Любить можно то, что было тысячу лет назад. Или там пиццу. Ну то, что сейчас, должно каждый раз доказывать свою уместность, функциональность и пригодность. Вот этого пока нет. Может быть реформационное что-то такое случится. Хотя, наблюдая за иерархией, понимая, что меньше всего их, вот это самое превращает перспективы. Так уже все хорошо, устаканилось. Все же понятно. Цели поставлены. Задачи ясны, заработали. Ну давайте, если есть последний вопрос. Хорошо, давайте два последних вопроса с нашего команды. Хотите, пожалуйста, как подпустились к символу нового России, неваляшки? Попробуй завалить. Это символ такой. Да. А не знаете? Нет, я знаю, что Ванька Станька, это вообще вечно такой. Значит, неваляшка все-таки всегда у меня ассоциация детских времен с куклой. То есть такое нечто похожее на девочку, да, вот. То же самое Ванька Станька, только вот неваляшка. Там не совсем не получилось. А вот Ванька Станька, это как бы ближе там все-таки мускулинный такой вот подтекст есть. Да, действительно, как вот его, он как раз и стоит. Вот, но я не знаю, насколько это можно символом называть Россией. Хотя, между прочим, так вот, если это будет не официальный символ, да, такой вот, вне государственных законов и правового писания, то может быть и да, может быть и да. Потому что действительно вас гнули так и так и так. Отходную Россию поют всю ее историю. Все, погибла Россия. Все, вы посмотрите, что делается. Здесь ужас, там кошмар, тут развал, тут вообще-то все. Ну, то есть считай, что мы живем в Щенина, на Пеперечной, ничего подобного. В свое время очень хорошо Бог в этом писал. Ну, что ж, одной забытой боли, одной слезовой река шумней. А ты все та же, лес до поля, доплывай широкий до бровей. Да, и невозможная, возможно, дорога дальняя близка, когда мелькнет во тьме дорожный, верный взгляд из-под плотка, когда звенит тоской острожная глухая песня имщика. Вот мы по Гоголю так и живем, вот это Буоково. По Гоголю, помните, вот Русь-то нанесется. И все эти окрестные народы, они, которые поют Россию отходную, они в изумлении стоят. Разину Фрукновой, Русь, куда несешься ты? Дай ответ. А она не дает ответа. У Гоголя там прямо сказано, куда идешь? Не дает ответа. Она сама не вообще знает, но она в движении. Движение – это жизнь. Движение – это жизнь. Ну вот так. Ну все, давайте, наверное, ваше. И ваш последний вопрос. Да, самый последний. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому вопросу, как новая мировая религия Бахаилова, которая ровно сто лет назад в Российской империи была признана как мировая религия, ровно сто лет назад был заложен первый камень Фрама этой религии в Ашкопаде, и ровно сто лет назад шла пьеса об этой религии на сцене петербургских телах. Вот мне интересно. Ну, вообще, к Бахаиле я отношусь хорошо, просто потому что я знаком с каким-то количеством Бахаилов, в том числе и питерских, у меня очень приятные впечатления от этих людей, в основном в своей массе очень интеллигентно образованные люди, с ними интересно, они не зашоренные общаться. Что это новая мировая религия, я бы не согласился, хотя претензии у Бахаилова изначально, ну, по сути, уже там, наверное, со времен Шаги и Фенди, наверное, там уже была такая претензия на мировую религию, но не потянула. И потянула как раз именно в силу некоторой интеллигентности. Для того, чтобы стать мировой религией, надо быть погрубей, понахрабистее, экспансией заниматься в более жестких формах. А Бахаиле, религия мира, всемирный дом справедливости, истина, одна общая, все это замечательно. Ну, вот, ну, я считаю, что это очень хорошая такая отдушина, такая ниша для людей, которые действительно убеждены, что Бог у Том-1, но у которых не очень устраивают эти вот жесткие образы Бога в конкретных религиозных системах. Да, поэтому я к Бахаиле отношусь хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok